друзья анбоксинг по-русски раскоробинг раскоробинг очень интересного мопеда а это мопед что управлять таким транспортным средством нужны права как минимум категории м мопед очень отличается от большинства других мопедов но пока ехал я понял что на самом деле у этого мопеда у него любая среда обитания будет для него естественная потому что просто это отдельный класс мототехники это мопед такой вот мобильные средства передвижения или средства индивидуальной мобильности на нем можно передвигать условно себя пассажира и очень много дополнительного груза при желании это все будет впереди в самом обзоре а сейчас мы начинаем этот обзор друзья всем привет на связи компания скутер н.н. меня зовут галкин андрей а наша компания занимается продажей обслуживания мототехники и мы снимаем на ту технику которую продаем своем магазине видео обзоры работаем и по всей россии и сегодня у нас обзор для вас замечательные новинки новинка сезона 23 ожидаемая новинка нами это мопед джи мото кросс x мопед в двух версиях кросс x и кросс x про об отличиях этих версий будет немного далее но в принципе понимает что здесь две версии одного мопеда с немного разными характеристиками когда китайцы изобретали вот этот мопед конструировали этот мопед они вдохновлялись конечно же инженерами концерна honda у honda есть замечательная модель мопеда honda cap самая популярная в принципе модель в мире настолько получилось как бы удачная вот эта вся концепция она людям дала в принципе вот эту вот свободу передвижения это именно мопед honda cap ну и вот китайцы когда изобретали до конструировали вот этот мопед кросс x они конечно же вдохновлялись успехами этого концерна у honda есть замечательная модель honda trail для передвижений по бездорожью в принципе но как бы модель такой кроссовый мопед я бы наверно назвал правильный эндуро мопед то есть мопед эндуро в переводе с какого-то там латинского выносливый а может быть не латинского то есть вот это вот выносливый мопед я бы еще назвал наверное антивандальный мопед или нежидкий мопед то есть мопед который из всех разновидностей мопедов которые сейчас вот на рынке существуют да это какие-то альфа подобные мопеды есть мопеды которые скопированы с honda вин 100 немного другие как бы с другим типом рамы с другим размером они чуть больше чем альфа и есть вот третий класс вот я туда помещаю этот класс все самые большие мопеды но до появления именно кросс x на нашем рынке там правили либо мопеды которые косят под какой-то дорожный мотоцикл да но имеет мопедный двигатель либо мопеды которые косят под какой-нибудь чоппер либо что-то но такого вот чтобы ни под кого не косил не казался там кем-то кем он на самом деле не является а был именно вот таким вот средством вот два колеса под ногами довозить себя и какой-то груз вот это вот мопед из такого разряда cross x самом названии слова cross подразумевает то что это мотоцикл для передвижения по пересеченной местности об этом говорит также его например высокий уровень глушителя высоко расположенные воздухозаборники двигателя то есть у этого мопеда есть возможность передвигаться по очень глубоким бродом если вы этого захотите специальной форму такую грязь защитный щиток на продолжение крыла подкрыла который защищает вот эту область от грязи из-под колеса ну и сама вся его конструкция она подразумевает в этом мопеде максимальную прочность максимальную вандал устойчивость и максимальная получается ресурс до из всего возможного вот имеющиеся на рынке мопедов когда мы ехали снимать обзор в нашем телеграм-канале я задал вопрос какие вы хотите получить ответы например от нашего обзора и один из комментариев был ребята покупайте все равно сразу же эндуро потому что рано или поздно вы к этому придете и вот здесь вот я поспорю с этим человеком дело в том что не всегда мопед это средство для получения эмоций до для какого-то вот адреналина то есть вот все равно там получать вот больше 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 очень часто мопед это просто утилитарные средства передвижения для того чтобы доехать с одной точки в другую точку для того чтобы перевести какой-то груз то есть очень много вопросов решаются именно мопедом у мопеда какие преимущества невысокая масса по сравнению с какими-то эндуро мотоциклами и вообще в принципе с мотоциклами самое главное преимущество это наличие прав категории м достаточно для того чтобы ездить на таком мопеде потому что все они документально как 49 кубовые мопеды но в реальности как я вам сказал у этого мопеда 127 кубиков а у этого 107 кубиков отсутствие необходимости регистрации в гаи можно ездить вернее просто можно а все мопеды ездят не получая номеров гаи не ставить на учет конце концов отсутствие страховки то есть нужно его страховать но в принципе вот страховка сама по себе я думаю это вещь полезная и можно было бы страховать да но это все по желанию и повторю его малые габариты совместно с малым весом они позволяют проехать там где нельзя проехать на тяжелом мотоцикле например они позволяют какой-то брод преодолевать там на руках там его как-то перетаскивая перекатывая не знаю все что угодно может быть он более маневрен по сравнению с любым другим мотоциклом ну и действительно много людей которые уже не молодые которым достаточно тяжело забраться на какую-то высоту там сесть в седло чтобы поехать им просто нужно как-нибудь сесть и поехать вот такая категория то есть такие преимущества от его низкой посадки малые размеры низкая посадка и вот появление этого мопеда она как бы показала что в принципе мопед может быть оставаться мопедом но быть достаточно прочным и так что же это за мопед каковая конструкция какие его особенности сейчас мы поближе с этим с вами разберемся обзор начнем мы с конструкции рамы конструкции рамы представляет собой две трубы круглого сечения диаметром порядка 40 миллиметров если быть точным там 38 с половиной по моему это какой-то стандарт другой дюймовый поэтому тут не в миллиметрах но не важно и к этим двум трубам в принципе приварены все кронштейны приварена рулевая колонка кронштейн амортизаторов кронштейны крепления двигателя кронштейн крепления маятника все это крепится вот на этих двух трубах сами по себе трубы достаточно толстые мощные прочные жесткость рамы достаточно для того чтобы не просто перемещаться на этом мопеде но и какие-то даже более-менее совершать трюки доступные эндуро мотоциклам можем с вами наблюдать за качеством сварных швов за самой культуры сварки культура в принципе на уровне не проваренных швов каких-то там на плавление металла не замечено подрезок вот таких вот минимум да иногда бывает вот здесь вот есть вот подрезка то есть не провар такой с краю но здесь вот все нормально и это достаточно редкое явление на раму установлены подвески которые берут в принципе на себя все нагрузки от веса водителя от веса самого мотоцикла разнообразные сгибающие моменты разнообразные динамические нагрузки от каких-то препятствий подвеска на разных мопедах разная передняя подвеска одинаковая телескопическая вилка диаметр пера 32 миллиметра что тоже намного больше чем у стандартные альфы у альф это 25 миллиметров у более серьезных моделей 27 миллиметров здесь вилка толщина пера такая же как на мотоциклах кубатуры там в районе 200 кубов то есть я повторяю что здесь все сделано не как у мопеда как уже у такого прям средненького мотоцикла с точки зрения запаса прочности с точки зрения каких-то вот нагрузок задняя подвеска представляет собой на версии про амортизатор рюкзачного типа и задний маятник который закреплен на раме задний маятник сформован из прямоугольного профиля толщина профиля порядка полутора миллиметров тоже достаточно прочные и жесткие на изгиб и скручивание на обычной версии амортизаторы обычные не рюкзачного типа масло масло наполненные амортизаторы испытание сравнение показали что до газонаполненные рюкзачного типа более энергоемкие чем вот такие амортизаторы но в принципе и те и другие амортизаторы справляются работают то есть есть определенное усилие на отбой все в порядке как у любого амортизатора здесь все работает в остальном по подвеске отличий больше в мопедах нет размерных колес отсылает нас тоже в тему эндур мотоциклов потому что здесь установлены колеса разного размера переднее колесо на с диаметром 18 дюймов заднее колесо диаметром 16 дюймов обратите внимание резина бренда янгсин китайская резина рисунок протектора передних колес на версиях про и на обычной версии отличается на версии про рисунок более агрессивный на версии обычные рисунок более универсальные универсальная елочка резина на заднем колесе на обеих версиях имеет одинаковый рисунок елочка универсальный обратите внимание на толщину спиц задний спиц толщиной 4 миллиметра передние спицы толщиной три с половиной миллиметра сама в себе ступица очень серьезная большая ну как бы на как на мотоцикле то есть само по себе колесо одно отнюдь вообще не мопедная то есть это мотоциклетное колесо серьезное прочное с большим запасом жесткости с большим запасом ну как бы скажем износ устойчивости что ли так цвет колес на разных версиях отличается обратить внимание на стандартной версии обода ступица и спицы черного цвета крашеные на про версии они у нас хромированные размер колес рисунок протектора позволяют этому мопеду ездить очень комфортно по пересеченной местности то есть действительно мопед не проваливается в эти ямки то в какие-то не ударяется в них а плавно выкатывает переваливается через неровности здесь вот все как бы с этим отлично сердцем мопеда является двигатель двигатели это главное отличие вот этих двух версий на стандартной версии установлен двигатель объем 110 кубических сантиметров класс 110 кубических сантиметров реальный объем 107 а по документам 49 и 9 то есть для того чтобы он был с правами категории м а на версии про двигатель установлен с реальным объемом 127 кубиков 127 класс как бы 125 ну и документально также 49 и 9 но самое главное отличие этих двигателей не просто объем а сама конструкция оба двигателя являются копиями двигателя honda но немного разных двигателей на версии про установлен двигатель с балансирным валом это такое устройство которое находится внутри двигателя такой вал с определенным экстриситетом массы который вращается в противовес коленчатому валу и снижает вибрации которые производят этот двигатель сам по себе уровень вибрации он очень сильно зависит от объема двигателя то есть чем выше объем двигателя тем больше уровень этих вибраций и вот если на 110 версии вибрации в принципе без балансирного вала они терпимы они нормально с такими двигателем ездит я не знаю 99 99 процентов от всех мопедов россии зрители такого объема то вот уже 125 двигателя на своих пиковых оборотах он создает очень много вибраций и поэтому инженеры завода honda внедрили в этот двигатель балансирный вал и теперь вибрации на 125 двигателя стало меньше чем на 110 двигателя такое ощущение что едешь не на одноцилиндровом двигателя на двухцилиндровом то есть вот настолько ход становится плавнее мягче я всегда был приверженцем балансирного вала в принципе всегда говорил о том что балансирный вал это прям такое добро для любого мотоцикла вибрации которые возникают внутри двигателя они действуют разрушительно не только на водителя да потому что вибрируют ручки вибрируют ножки вибрируют сидушка все вибрирует но и также сказывается на сроке эксплуатации и даже сказать на ресурсе абсолютно всех элементов этого мопеда потому что вибрации это ускорение а ускорение то силы которые разрушают эти детали вот так вот изнутри и балансирный вал спасает от этих вибраций но скажу вам еще как бы заново еще раз скажу о том что вибрации увеличивается от объема двигателя то есть если вы хотите 125 то есть смысл ставить туда балансирный вал то есть вот здесь вот балансирный вал есть на 110 в принципе балансирный вал не так уж и необходим но тут вам как бы решать готовы ли вы заплатить лишние деньги за балансирный вал но балансирный вал это очень большое преимущество скажу я вам повышается комфорт езда сама становится более приятная и такая более мягкая более плавно хочется ускоряться нет каких-то вот ожиданий что сейчас вот все это задрожит как-то и завибрирует здесь такого нет двигатели четырехтактные питаются чистым 92 либо 95 бензином система питания карбюраторная здесь можно его рассмотреть в принципе сам двигатель ближе и все остальное что вокруг него находится теме этого двигателя будет посвящено отдельное видео где я расскажу как работает у этого двигателя трансмиссии как работает у этого двигателя балансирный вал как он чем он приводится как это все взаимодействует друг с другом но сегодня просто в общем как бы я расскажу что двигатель имеет балансирный вал но еще одно отличие версии про от обычной версии это сцепление здесь установлено автоматическое сцепление которое работает она двойное там два сцепления первое сцепление работает просто от оборотов двигателя на центробежного типа масляная то есть она будет служить долго колодки размыкаются от скорости от скорости вращения коленчатого валы происходит сцепление как бы коленчатого вала с трансмиссии и второе сцепление которое здесь реализовано это сцепление срабатывает когда мы переключаем передачи рычагом то есть совершенно отдельный барабан сцепления стоит для этого и позволяет управлять все таки управлять то есть просто ручки на руле нет классической вот да но сцепление здесь принципе механической также присутствует то есть мы нажимаем педаль например включаем первую передачу и пока вот мы держим ногу на педали даже если мы будем открывать газ в принципе мопед не поедет пока мы не отпустим и вот именно отпускание вот этой педали это в принципе аналогично тому же отпускание педали тому же отпусканию ручки сцепление на руле то есть механика такая же ну и плюс вот это центробежное сцепление на самом деле вот отсутствие этого сцепления такое большое преимущество когда вот вы не хотите вот париться с этими там всеми сцеплениями там плавно трогаться на перекрестках там или просто вот при езде вам не хочется этим заморачиваться то вот такой вариант вам понравится но есть также приверженцы классического механического сцепления на 110 версии именно такое сцепление установлена обычная механика то есть включаем передачу отпускаем ручку сцепления и поехали и так каждый раз когда мы хотим переключиться там этого делать не нужно то есть включили передачу дали газ разогнались сбросили газ включили вторую передачу разогнались сбросили газ треть при так вот как бы туда куда вы хотите так друзья ну что мы привезли к александру наш мофет на измерение и сам владеет вот таким аппаратом это дина стенд для измерения мощности двигающего момента максимальной скорости александр занимается доводкой топливной системы то есть стройкой инжекторов для того чтобы мотоцикл выдавал максимальные параметры ну да это основной вот деятельность последнее время сейчас мы замерим мощность который выдает мотоцикл с колеса также стенд может пересчитать мощность которая выдается двигателя с коленвала с учетом потерь там на трансмиссию удачи момент максимальную скорость основные такие параметры мы сейчас посмотрим какие он реализует удает ну вот как я и говорил он с каждым замером чуть больше вот уже 7 с половиной ты 7 дает я сейчас попробовал поджать сцепление как вот он выдал типа 11 и 6 на моторе уже ближе к реальности сейчас чуть-чуть остынет походу еще по разуме но и 7 тысяч в пик этот пик момент ну по датчику стенда он здесь поинты сейчас коробка передач 4 ступенчатая на обеих версиях передача на заднее колесо передача крутящий момент на заднее колесо идет 428 цепью цепь усиленная фирмы чоку обратите внимание вот на этом звене это хорошо написано аж это значит усиленная 428 звезда ведомая 38 зубьев она прикручена жесткая ступицы демпфер здесь вот в этом месте то есть когда мы разбираем там будет резиновый демпфер который снижает ударные динамические нагрузки на ступицу стоит воздушный фильтр как я говорил в начале видео воздухозаборник у этого фильтра достаточно высоко если где-то так вот проекцию проложить то примерно где-то здесь будет забор воздуха это нам позволяет преодолевать броды вот практически такой высоты на корпусе воздушный фильтр установлен конденсата отводчик скажем так то есть вот так вот и открываем и сливаем конденсат который образуется воздушной фильтре ну либо если вы его например утопили как бы нужно слить воду то пожалуйста сливая воду и поехали дальше конструкция воздушного фильтра представляет из себя такой пластиковый ящик фильтр бокс так называемый в котором установлен поролоновый фильтрующий элемент то есть полностью обслуживаемый не требующий каких-то расходных деталей расходников виде там бумажных воздушных фильтров промыли заново смазали установили обратите внимание на глушитель его высокое расположение также позволяет нам как я и сказал преодолевать высокие броды то есть вот лимитируется где-то вот таким вот уровнем чисто теоретический брод порядка 55 сантиметров который может преодолевать этот мопед очень много вопросов задают потенциальные покупатели наши подписчики как съездить таким глушителем пассажиру в него можно обжечься обжечься об него невозможно потому что есть теплозащитные краны сам по себе глушитель вот он там внутри он черного цвета а вот то что серебристого цвета это теплозащитный кран раз который позволяет как бы теплу отражаться и не нагревать ногу пассажира не обжигать ее вот очень интересная конструкция как этот экран закреплен на самом глушитель то есть вот эта точка получается у нас является таким мостиком тепла в данном случае как же вот это вот чтобы здесь вот не перегревалась локально глушителя установлены такие термошайбы из таких спрессованной проволоки вот очень интересное решение вот здесь вот установлены под этой вот под этим экраном такие термошайбы которые как раз вот не передают тепло но в принципе позволяют плотно прижать экран этот глушителем если мы вот так вот поставим ногу пассажир будет касаться глушителя если пассажир будет в какой-то в каких-то штанах в принципе его ничего не грозит если пассажир будет в шортах и голой кожей прислоняться к этому глушителю то в принципе ему будет некомфортно ожогу он не получит но держать так долго ногу он не сможет если он будет просто шорт имейте это ввиду тормозная система на обоих мотоциклах одинаковая передние тормоза гидравлические дисковые двухпоршневой суппорт диаметр тормозного диска в районе 260 миллиметров достаточно серьезный по размеру не игрушечный тормоза хватки и цепки задние тормоза барабанного типа считается что тормоза барабанного типа за счет того что они находятся закрытом кожухе более износ устойчивые обладают большим ресурсом но вот кто как любит но здесь они механические барабанного типа регулировка усилия торможения происходит вот этим барашком это я вам так между прочим диаметр тормозного барабана 125 миллиметров это ступица опять же грома циклетная то есть на мотоциклах на многих установлен такие же ступицы система питания карбюраторная вот здесь у нас находится бензокран он находится прямо на карбюраторе не совсем его просто открывать закрывается 1 в первый раз но в принципе можно приспособиться все удобно бензобак находится у нас под сезлом водителя вот это вот все что белое все бензобак бензобак объем десять с литров если я не ошибаюсь бензобак имеется датчик уровня топлива и доступ бензобак усуществляется после поднятия седла водителя вот таким вот образом опять же наши покупатели задавали на вопросы ну как же вот бензобак седло на бензобаке я же его там раздавлю там еще что-то произойдет обратите внимание как много разных ребер жесткости на этом бензобаке то есть принципе прочность его настолько достаточно что здесь не просто там человек будет сидеть ничего не случится трое сядут на него и ничего ему не будет поэтому эти опасения они беспочвенно но вот именно такая компоновка она позволяет вот это все компактно разместить где-то а полезное пространство сделал действительно полезным и какой-то груз перевозить система запуска двигателя электростартер и кикстартер то есть вы всегда можете случае разрядки аккумуляторной батареи можете завести мопедских стартера и в принципе так и ездить можно без аккумуляторной батареи аккумуляторной батареи нужно для того чтобы можно было завести двигатель с электро запуска происходит это нажатием вот этой кнопки обязательно при выжатом рычаге тормоза либо ножного либо ручного ну а если у вас сел аккумулятор вы всегда можете завести его с ноги вот так этот происходит вся электрика двигателя и в принципе электрика мопеда рассчитана на то что при отказе аккумуляторной батареи при ее разрядке при либо при отсутствии вы в принципе могли его этот мопед запустить могли включить свет могли включить поворотники сигнал то есть вся электрика работает без аккумулятора от встроенного генератора в данный двигатель это добавляет ему надежность ну что вот теперь как бы сама электрика начнем знакомство с электрикой с приборной панели даже с ключа зажигания два ключа зажигания один основной второй запасной вот с таким вот уровнем секретности обратите внимание то есть это не самый простой ключ сама замочная скважина расположена вот так вот достаточно глубоко но если например руль наклонить ближе к водителю то в принципе уже будет более удобно но и так удобно просто нужно как-то привыкнуть к расположению замка зажигания при включении загорается наш панель приборов на панели при панель приборов жидкокристаллическая на панели приборов отображается текущая скорость отображается пробег общий и суточный отображаются обороты двигателя вот здесь вот в виде стрелки такой сейчас я вам продемонстрирую вот такая вот прогресс шкала плюс к этому указатель включенной передачи вы сейчас у нас горит нейтраль когда у нас будет включена передача здесь будут передачи один два три четыре загораться указатель уровня топлива указатель включенной передачи указатель дальнего света указатель габаритного огня вся необходимая информация выводится на панель приборов при выключенном зажигание панель полностью черная не видим никаких индикаторов ничего такая вот стильная красивая черная пустая панель и замок зажигания также имеет еще блокировку руля при повороте в левое положение руля нажатии на ключ поворачиванию по часовой стрелке мы запираем руль такая вот противоугодная система позволяет защитить мопед от пионеров справа у нас находится пульт управления двигателем то есть кнопка электрозапуска и кнопка аварийной остановки двигателя она так называется аварийный на самом деле я вот привык всегда глушить двигатель этой кнопкой подъезжая куда-то глушу двигатель и только потом уже зажигание включаю на левом пульте у нас находится управление свет с техникой звуковой сигнал указатель поворотов здесь управление освещением вот так вот свет у нас выключен вот так включен габаритный огонь вот так вот включен свет дальний ближний причем этой красной кнопкой есть кнопка световой сигнализации блинкеры тут и называют мигалка светом скажем так и здесь же находится рычаг управления воздушной заслонкой для холодного запуска двигателя на большей части мопедов в принципе вот этого рычага на руле нет он находится на карбюраторе что достаточно неудобно туда нужно куда-то забраться включить его потом выключить на этом мопеде предусмотрели сделали рычаг на руле добавляет удобства эксплуатации в принципе вся электрика на мопеде выполнена достаточно на высоком уровне здесь с вами можем наблюдать электрические разъемы часть из них влагозащищенная основной жгут электропроводки закрыт специальную тканевую изоленту мы здесь можем наблюдать эта ткань раньше такая была у стрипичная изолента в советское время но это немножко другое то есть это очень прочная ткань которая защищает основной жгут вот под этим кожухом находится нас аккумуляторная батарея и тоже достаточно большое число разъемов и вот в основном все разъемы здесь также влагозащищенная потому что в принципе влага может попадать при преодолевании бродов и вот здесь вот разъемы поставил влагозащищенная еще из электрики есть очень полезное преимущество юсб разъем юсб зарядка 3 амперная это действительно так вот здесь вот у нас вот под этой крышкой находится сам блок этой зарядки электронное устройство которое преобразует 12 вольт борт сети в 5 вольт юсб разъеме и там на нем написано 3 ампера то есть действительно серьезный такой блок не какая-то там свистелка а серьезная вещь ну и вот сама светотехника на этом мопеде абсолютно вся светотехника амологирована допусками и допусками dot то есть здесь все фирменное не просто что-то непонятно что поставлено а фирменные поворотники светодиодные фара светодиодная обратите внимание как она сконструирована здесь у нас есть такой вот ободок габаритный огонь дальше нас включается ближний свет и на дальний свет у нас дополнительно загораются две линзы как мы видим оптика линзованная поворотники или указатели поворотов как правильно говорят светодиодные тоже амологирована допуском е32 и внимание на задний фонарь задний фонарь также светодиодный хрустального такого цвета бренд джулонг почему я говорю про эти бренды да они на вроде бы ничего не говорят эти бренды мы их не знаем это не philips это не bosch но это говорит о том что производитель не постеснялся свою фамилию разместить на той продукции которую он производит а это я думаю говорит о многом ну вот посмотрите она светодиодная вот так горит габаритный огонь так загорается стоп сигнал очень яркий глаза бьет и в принципе те кто едут сзади вас не пропустит то что вы начали тормозить поворотники интегрированы вот этот общий фонарь и также здесь есть подсветка номерного знака в некоторые страны в которые импортируются мопед он очень многие страны импортируются обязательно требования регистрации мопедов любых органах нуга их они как их там по-другому называются вот поэтому здесь есть крепление под номерной знак и подсветка этого номерного знака вы можете туда разместить какой-нибудь свой там бренд свое имя все что угодно такая вот электрика на этом мопеде по электрике по то как она была произведена на заводе собрана практически вопросов нет никаких проблем в принципе не бывает по электрике ну а теперь о внешнем стайле о тех всех вещах которые непосредственно касаются управления касаются вождения этим мопедом и разнообразных таких мелочах и не мелочах все что вы видите белое это пластик за исключением топливного бака топливный бак металлический облицовка пластиковая пластик abs но он достаточно толстый прочный этот пластик вы опять же он пробрандован теми фирмами изготовителями которые делают этот пластик вот этот подкрылок он сделан из полиамида стеклонаполненного то есть по сути как можно стучать в принципе молотком по этому полиамиду и ничего с ним не произойдет но наверное не стоит это делать но все-таки заднее крыло полипропиленовое это пластик в меру мягкий при положительных температурах то есть если вы не будете на нем ездить зимой то при любых там ударах каких-то касания чего-либо ну в меру да все в меру ничего с пластиком не произойдет на мопеде установлена защита цепи которая в первую очередь защищает пассажира от цепи и как бы цепь от штанов этого пассажира да для этого еще вот здесь вот такая штука и чтобы нога не соскользнула в цепь но и также вот цепь защищена такой защиты защита также сделан из полипропилена в меру мягкая не ломается на руле установлена перемычка которая дает жесткость рулю не дает ему так вот играть и разъезжаться каких-то падениях не сломаться плюс на эту перемычку установили отбойник при резком торможении либо там наезд на препятствие вы встретитесь грудью вот с такой вот мягкой штукой и немножечко самортизируйте удар компоновка мопеда она с одной стороны немного непривычно то есть мы привыкли что мотоцикл это есть где-то вот здесь вот у нас бак и мы как бы едем между нами и рулем бак здесь такого нет здесь между нами и рулем есть пространство для груза и вообще на этом мопеде очень много пространства для груза сейчас мы тоже вставим вот кусочек видео в котором мы показывали его грузовые вообще возможности этого мопеда как у него это происходит что у него для этого есть так но как я вам говорил о широких возможностях трансформации салона сейчас я покажу это действие сейчас мы можем наблюдать такие грузовые места это над парой небольшая площадка вот она здесь видно хорошо для того чтобы закрепить какой-то не тяжелый груз он может быть в принципе габаритом но не особо тяжелый потому что площадка все-таки не такая прочная там два три четыре килограмма без проблем есть грузовой отсек такая площадка металлический багажник туда также можно закрепить рюкзак если что-то вы хотите здесь больше разместить можно разместить рюкзак больше можно даже целый мешок с картошкой здесь возить в принципе если захотите ну а если вам груз возить здесь не нужно но у вас есть собака либо в другой питомец вот здесь вот они любят ездить на этом месте есть багажник на котором можно закрепить кофр кофр в комплект не входит но мы всегда вам можем поставить кофр любого цвета любого объема по вашему желанию но если этого мало то можно сделать очень легкую трансформацию убрав сидушку пассажира она убирается легко сейчас я вам покажу открываем изначально водительское смотрите болт принципе на этом болту держится задняя сидушка мы убрали сидушку тем самым увеличили пространство для багажа смотрим как это будет теперь раз два три это сюда то есть принципе комфортно одному вот с таким грузом но если вы хотите еще большего нам нужен ключ шестигранник вот таким вот образом начинает мопед когда мы сняли его полностью задний багажник и убрали вами есть несколько отверстий специально подготовленных для того чтобы можно было сюда закрепить какой то уже более серьезный багажник багажник у нас собой нет поэтому сейчас просто продемонстрируем это на ящике главное во время поймать вот так это просто вариант конечно можете из ящика можете здесь закрепить большой багажник на который можно ящики в принципе даже палитировать один на другой очень широкие возможности для того чтобы перевозить грузы либо в один либо вдвоем всегда вы найдете место куда куда что-то нужно будет положить а если вам этого будет недостаточно в принципе как опции к этому мотоциклу следующем сезоне планирует появится багажная система боковые кофры здесь чтобы можно было крепить груз по бокам есть специальная система которая закрепляется штатное отверстие и позволяет увеличить еще больше грузовые возможности это все дает очень много простора для того чтобы можно было отправиться либо в путешествие на этом мопеде либо делать какие-то свои повседневные утилитарные задачи перевозить какие-то грузы там для своего хозяйства для себя либо например ваш бизнес может быть связан с этим ваша работа да вы курьер например вы возите доставку то пожалуйста этот вариант мопеда ввиду от всех его характеристик подойдет и туда и туда и туда еще из эргономики обратите внимание на подножки водителя они сделаны как на всех кроссовых и на эндуро мотоцикл то есть по принципу они складные случае с какого-то встречи с каким препятствием они складываются плюс к этому вы можете вот эту вот резиновую вставку в принципе отсюда убрать и вас останется только металлическая подножка которые будут хорошо упираться ваши мотоботы либо какая-то другая обувь чтобы вас нога не соскальзывала с педали тормоза у вас нога не скользнет она тоже с такими зазубренность специальными пассажир тоже может убрать вот эту резинку вы можете вернее убрать для от вашего пассажира его ноги тоже не будут соскальзывать на каких-то на особо крутых ухабах на особо крутых ямах кочках каких-то перекатах все здесь сделан для того чтобы было удобно вообще в принципе вот эта перемычка на которой закреплены подножки водителя она прикрепляется к двигателю в принципе это у всех мопедов так сделано ну или почти у всех здесь тоже не обошлось без резиновых демпферов то есть несмотря на то что здесь есть балансирный вал и вроде бы как мало вибраций еще этим дополнительно усилили на двигатель установили снизу защиту металлическую защита конечно не самые толстые но в принципе она позволит вам где-то какой-то проскочить какое-то препятствие проскользить по нему то есть не свернув там элементы двигателя то есть двигатель она защищает все вот эти качества про которые он сейчас рассказывал самого начала все эти качества делают мопед универсального назначения выносливый неординарный внешний вид вот у нас они стоят в салоне приходят покупатели сразу взгляд на них ухты что такое как необычно выглядит яркие цвета а мопед в принципе поставляется если версии про в трех цветах белый черный и вот такой вот оранжевый а версия стандартный 110 поставляется оранжевый зеленый металлик и серый металлик перламутра я бы даже сказал то есть цвета интересные и здесь и здесь то есть всего пять цветов этого мопеда и две комплектации и повторю кроме как двигатель цвет ободов сцепление и задняя подвеска и покрышка передняя больше никакой в принципе разницы между этими версиями нет если вы готовы например переплатить за более комфортную и более быструю езду потому что все-таки 125 к она позволяет быстрее передвигаться дает больший запас мощности то пожалуйста 25 версии если вам в принципе этого не нужно вам достаточно 110 есть 110 версии которые более доступны телеграм мы создали чат который посвящен конкретно этому мопеду название канала и ссылка на этот канал сейчас на экране также ссылка продублирована в описании под видео переходите на канал подписывайтесь узнавайте больше об этом мопеде делитесь информацией эмоциями задавайте вопросы общайтесь решайте вопросы будет интересно и полезно вообще когда любой производитель выводит какой-то продукт на рынок конечно он хотел бы сделать самый хороший мопед самый классный но всегда улучшение каких-то характеристик влечет за собой и увеличение его цены конкретно вот эти мопеды конечно они стоят дороже чем обычный мопед альфа но вот мы собираем эти мопеды мы видим как сделано те или иные узлы как они проработаны как они изготовлены каким образом какие решения те или иные применяют на заводе в тех или иных вот моментах и понимаем что действительно хороший мопед он должен стоить вот столько сколько стоит вот конкретно вот этот мопед потому что особо придраться здесь вот прям вот не к чему действительно все сделано на мой взгляд максимально за те деньги которые в нем есть здесь максимально вложили именно в качество этого мопеда вложили в его какие-то эксплуатационные характеристики и в эргономику то есть не просто в какой-то внешний вид а именно в его потребительские качества конкретно касаемо надежности и касаемо ресурса это не жидкий мопед повторю вандал устойчивый и вот здесь вот наверное сейчас все-таки для кого же подходит этот мопед поговорить но в первую очередь для тех кто не хочет получать права категории а не хочет вот этим заморачиваться ему это не нужно ему нужен просто мопед чтобы его не трогали гаи чтобы он мог там приехать например на дачу или в деревне там в своей ездить или в городе например и чтобы его никто не трогал ездила спокойно без каких-либо авто мото школы и прочих вот всех вещей для тех кому нужен легкий мотоцикл легкий либо просто хочу легкий мотоцикл либо хочу легкий мотоцикл потому что с тяжелым мотоциклом не справляюсь в силу возраста каких-то других причин либо например девушка для девушки в принципе хочет передвигаться девушка по пересеченной местности да есть питбайк например но питбайк это громкий выхлоп это немножко все-таки другая штука это уже такой более снаряд да нежели средства передвижения а вот мопед это средство передвижения и это конкретно это средство передвижения она максимально мопедное такое то есть максимально вот именно чтобы передвигаться перевозить что-то и И вот его подвески, его вообще в принципе конструкция позволяет передвигаться по пересеченной местности даже с таким хорошим, очень хорошим огоньком при желании. Он проходимый, надежный, выносливый, идеален для дачи, деревни, города. Вождение на нем легкое, комфортное за счет его малой массы, за счет его юркости такой. И говорю, даже девушка может легко научиться им очень быстро управлять, особенно если это будет версия без механического сцепления, то здесь вообще, я думаю, 15-минутный инструктаж, и девушка в принципе поехала покорять просторы там где-то вокруг дачи или еще где-то. Его крейсерская скорость порядка 70-80 км в час позволяет на этих мопедах ездить вполне комфортно в городе. То есть не напрягая поток, можно спокойно двигаться со скоростью потока и как бы это достаточно безопасно будет, когда вы едете со скоростью потока. Производитель здесь продумал все решения, которые продлят срок службы этого мопеда, добавить ему комфорта и удобства в эксплуатации. В принципе в нем есть все необходимое и нет ничего лишнего. Самые главные вопросы это его габаритные размеры, его вес, вообще как его посадка для людей, для малого роста, для высокого роста. Начну с массы. Масса мопеда порядка 115 кг, то есть это не легкий мопед Альфа, но и не мотоцикл. Вот об этом нужно знать. Вес в принципе как бы здесь имеет значение уже положительное, то есть да, действительно здесь есть железо, здесь есть металл. И этот металл он что-то весит. Размер по центрам осей колес 129 сантиметров. Это намного больше, чем у любого мопеда. Это размер межколесный уже в принципе мотоцикла. Поэтому я и говорю, купленный идет мопед, но это мотоцикл. По посадке. У меня рост 176 сантиметров. Вот с таким своим ростом я чувствую себя за рулем вот так. Абсолютно не кажется мопедом Альфа. Это уже по размерам повторю мопроцикл, но посадка у него невысокая, удобная для в принципе любого роста. У нас ребята есть с ростом 185 сантиметров, 190 сантиметров. Они также достаточно комфортно себя чувствуют на этом мопеде и не кажутся как-то вот несуразными на нем. Высота по седлу, чтобы быть точным. Насколько точно сейчас здесь может быть, вообще 80 сантиметров высота посадки. Обратите внимание, пока мы здесь на седло, на эту строчку, на вот эти выштамповки, в мопеде достаточно много стиля. То есть я говорю, здесь его сделали и стильным, красивым, и прочным, и надежным. Здесь вот есть стиль, но нет каких-то излишеств. Некоторое время назад мы уже делали попытку снять этот видеообзор, который снимаем сегодня. В прошлый раз он не получился у нас по техническим причинам до конца его сделать. Но некоторые отрезки из того видео мы вставим вот в это видео. Вы посмотрите, как он с точки зрения его грузоподъемности, ну не грузоподъемности, а грузовместительности. Как он себя чувствует на асфальте, как он себя ведет по дороге. Это будет из того видео вставлено. Итак, запускаем двигатель. Для того, чтобы запустить двигатель, нужно выжать тормоз. Включаем передачу, он стоит на месте. Сейчас включена первая передача. Открываем газ. И очень плавно мопед поехал. Останавливаемся. Снова нам не нужно ничего выключать. Вот он сейчас опять стоит на передаче, и он стоит на месте. Вот такая вот автоматика. Очень много на самом деле стран, в которых преобладает такой тип сцепления. Ну вот как бы мне тоже нравится. То есть заморачиваться не надо. Это, наверное, что-то сродни как бы механической коробкой передачи, либо автоматической коробкой передачи на автомобиле. Да, кто-то прям сторонник. Только механик. Только механик. Хочу управлять. А другой говорит, да зачем мне все это все нужно, я хочу ехать. То есть вот смотря, что вам нужно. От этого как бы от ваших потребностей как бы отталкивайтесь. От этого как бы отталкивайтесь. Так, ну что, полевые испытания закончены. Версии сравнены между собой. В резине никакой разницы нет. По крайней мере я не заметил какой-то существенной разницы. По подвеске на версии Pro подвеска, задняя подвеска работает немного подэкватнее. На мой взгляд, то есть меньше вот этих вот отбоев в задницу. Ну и как бы по двигателю. Да, 125 двигатель он действительно мощнее, да, как ни странно. Вот, и балансирный вал вибрации снижает. Он их убирает практически прям до нуля. Их нет, это чувствуется. Такие вот, в общем, показатели. Как всегда, для наших подписчиков действуют специальные условия покупки этих мопедов. Об условиях покупки вы можете обсудить с нами, обратившись по каналам связи, которые будут указаны в комментарии под этим видео. Со своей стороны добавлю, что мы можем поставлять эти мопеды как в полностью собранном виде, то есть приезжает мопед к вам, вы сели и поехали, так и в частично разобранной, в заводской упаковке. Вместе с частично разобранным мопедом в заводской упаковке поставляется наша видеоинструкция о сборке. Она очень подробная. Если у вас есть желание, умение работать с инструментом, то вы получите очень много удовольствия, когда будете собирать этот мопед для себя из коробки. И в том и в ином случае действует от нас наша гарантия один год. Такой гарантии вы не получите нигде на эти мопеды. Смею вас уверить в этом. Получил вот посылочку из Нижнего Новгорода. Ребята прислали мне транспортной компанией ПЭК. Вот такой вот конструктор для мальчиков от 40 и старше. Практически высокий уровень комплектации уже, да, то есть по сути надо тут поставить колесо, руль и кое-что прикрутить. Так, в принципе, уже мотоцикл собран, да. Хорошо так упакован, на самом деле. Вот, все проволочками привязано с мягкими вставками. Ребята упаковали. Здесь, да, вот такие крепежи стоят, достаточно прочные, стальные. Вот. Вилку закрепили таким вот образом, оригинально. Ну, то есть, в принципе, вроде на вид все доехало. Относительно без повреждений, еще пока не разбирал все целиком. Но впечатление производит неплохое. В целом я доволен. Обсудить условия, выяснить подробности вы можете, перейдя по ссылкам, которые будут в описании к этому видео. Там есть контакт, по которым вы можете с нами связаться. А сейчас мы это видео заканчиваем. Нас доедают здесь комары. Желаю вам приятных покупок. Желаю вам сделать правильный выбор. И желаю вам вот в этом сезоне кататься на мопеде. Таком, которым вы бы давно мечтали владеть. Все, пока. С вами была компания Scooter Nen. И я, Галкин Андрей. И я, Галкин Андрей.